Депутаты городской думы накануне провели выездное заседание постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и связи. Его целью стало знакомство с ходом работы и контроль сроков строительства двух крупных объектов в социальной сфере – детских садов «Ромашка» и «Снежинка». Аналогичное выездное заседание на тех же объектах депутаты проводили в конце марта. Подробности этой поездки в материале Игоря Борисова. Вот если говорить о «Снежинке», то изменения ощутимы не столько на глаз, внешне с весны мало что изменилось, сколько на слух. На радость обитателям соседних домов перестал тарахтеть электрогенератор. Ночи стали спокойными. У нас подключение электроснабжения по постоянной схеме на сегодняшний день у нас выполнено 100%. То есть большое спасибо вам. Все-таки, я так считаю, вы один из тех механизмов, которые позволили нам это место столкнуться с мертвой точки. Касаемо отопления объекта, оно осталось тоже по сей день в подвешенном состоянии. То есть мы получаем все те же несчастные 18-20 калорий, которые нам не позволяют комплексно, мы сейчас находимся на первом этаже в зимний период, проводить шпаклевочные работы и работы финишного назначения по отделке помещений. Отделку все же ведут, запуская два своих индукционных котла по 150 кВт каждый. Но экономят, поскольку затраты на электроэнергию строителям не компенсируют. Тепловой пункт котельная орбита, на который вроде бы проведены работы по наращиванию мощности, подключен. Но имеющаяся схема подключения не может обеспечить достаточную подачу тепла на объект. Из-за трубы. Из-за того, что пропускная способность трубы, трубы не дает возможность продавить то количество тепла. Председатель Думы интересуется у представителя заказчика, не приведет ли это обстоятельство к переносу срока сдачи объекта в эксплуатацию. Может и отложится, но мы планируем на конец будущего года ввести садик в эксплуатацию. То есть конец 2016 года. Да, конец 2016 года. Графики составлены, утверждены заказчикам и подрядчикам, утверждены до конца следующего года. Подключение к городским инженерным сетям остается главной проблемой снежинки. Отопление, водоотведение, канализация, дорожные проезды. До границы раздела работы выполнены. За границей, частично или никак, и подключаться не к чему. В общем, остров Крым, но уже по крайней мере с электричеством. Впрочем, пока строители следующий декабрь считают реальным сроком. Реалистично? Реалистично, с учетом того, что все-таки выполнены теплосети, выполнены подъездную дорогу. Те компоненты, от которых мы так или иначе костно зависят. Ну и зависит работоспособность нашего объекта в целом. Проблемы и вопросы заносятся протоколом. К их рассмотрению, постоянная думская комиссия по ЖКХ транспорту, строительству и связи намерена вернуться уже завтра с приглашением лиц, ответственных за их решение. Мы постараемся все эти вопросы, которые сегодня во время, не знаю, экскурсии, назвать не экскурсии, нашего посещения данной стройки, обсудить на заседании, на второй части, да, нашего заседания, нашей комиссии по ЖКХ транспорту и связи, выйти с предложениями по итогам на исполнительную власть. Постараемся каким-то образом помочь ввести в эксплуатацию данный объект в срок. А в ромашке тепло, светло и чисто, так что можно и без верхней одежды. Кое-что еще надо сделать, но это работы уже не строительные, не монтажные, не отделочные и даже не пусконаладочные. К примеру, разную ботанику привезти и расставить. Это зимний сад, здесь полностью зимний сад, тут смотрите, тут еще будет много цветов. А, то есть даже цветы, 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 психолог будет здесь в БЖ, посмотрите, сейчас вам покажу все. На все это три дня надо. Целый гектар всяких диковин. Группы, игровые комнаты, кабинеты с интерактивными столами и досками, кухонное оборудование, медкабинеты, бассейн, конечно же. Или соляная пещера, где некоторым депутатам хотелось задержаться подольше. В общем, постелить постели, положить подушки, расставить цветы и с новосельем. Объект готов к сдаче полностью. У нас работают все инженерные коммуникации, которые требуемы для сдачи. С 30 ноября у нас начинается плановая проверка объекта для гостронадзора. Все в течение месяца, я думаю, что все будет хорошо. Но сдача объекта строительства – это одно. А вот эксплуатацию детского сада возможен только после лицензирования. Это еще 2-3 месяца. Так что новоселье ожидается по весне. Отлицензируемся, деятельность зайдем, начнем жить. И для наших детей, внуков, все это станет настоящим хорошим домом. Да, дом очень хороший. Трудов много вложено. Один из лучших объектов на территории города. Отдельная тема – эксплуатация и обслуживание таких объектов, оснащенных сложнейшими инженерными системами. К этой теме депутаты вернутся на ближайшем заседании комиссии по ЖКХ транспорту, строительству и связи. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».